Эти датские дайверы вскоре погрузятся в воду и увидят то, что скрыто от человеческих глаз. Но это не пиратские сокровища, а горы мусора. Они лежат на дне пролива рядом со старинным морским портом недалеко от Копенгагена. «Это не наш мусор, но он – наше будущее. И я, как биолог, знаю о проблеме и хочу рассказать о ней людям». Пять лет назад Джамила и ещё двое молодых биологов побывали на учёбе в Австралии. Там хорошо изучили проблему загрязнения мирового океана. Вернувшись домой, хотели помогать датским экологам очищать море от мусора. Оказалось, никто этим не занимается. Тогда за дело взялись сами. В спасении моря участвуют волонтёры. Дайверы поднимают отходы со дна, а другие добровольцы их сортируют. «Это, конечно, капля в море. Но если мы очистим это место, то хотя бы здесь не будет пластика». В проливе находят металлические банки, пластиковые стаканы, полиэтиленовую упаковку, старые шины и много чего другого. «Большая часть мусора опускается на дно. И в этом проблема, потому что люди не видят его. Он утонул, и на этом всё. С глаз долой, из сердца вон». Мусор собирают из поверхности воды. К этому подключаются грибцы на байдарках. В районе форта собрали почти шесть тонн отходов. После сортировки их отправляют на переработку. Нового максимума достигло число заражённых коронавирусом и умерших от него в России. По данным, на 21 октября за сутки выявили более 36 тысяч новых случаев COVID-19. Умерли 1036 человек. В стране возобновляют карантинные ограничения. В регионах вводят обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и образования. Между тем, многие россияне вакцинироваться не торопятся. Из 146 миллионов жителей полностью привились 47 миллионов. Некоторые просто боятся нового препарата. «Ну, естественно, конечно, нет, потому что неизвестно, какие препараты и так далее. Потому что некоторые пишут хорошие отзывы, некоторые плохие отзывы. И тут как бы 50 на 50 кому-то веришь, кому-то не веришь». Чтобы сдержать вспышку эпидемии, президент страны объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Он также дал право регионам расширить этот период. По мнению иммунологов, чтобы улучшить ситуацию, одной недели недостаточно. «Если бы это было две недели, ну, это куда не шло, это приемлемо. Ну, вопрос, как это будет соблюдаться ещё. То есть, ну, матчный режим тоже давно введён, он никогда не отменялся в регионах России. Но, тем не менее, реально этого не соблюдалось». В Москве нерабочие дни начнутся уже 28 октября. Здесь за последние сутки зарегистрировали почти 7900 новых случаев заражения. Самый большой показатель – с 26 июня. «Это не стало неожиданностью. И тому, что с середины сентября растёт заболеваемость, есть причины. В Москве живут миллионы людей. При этом социальная, деловая и досуговая жизнь очень активная. Поэтому если три часа посидеть на деловой встрече в кафе или театре, то всё равно столкнёшься с вирусными частицами». На времени рабочих дней в Москве вводят частичный карантин. Работать будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Рестораны и кафе закроются. Культурные и развлекательные мероприятия можно посещать по QR-кодам. При этом москвичи смогут свободно гулять в парках. Режим самоизоляции должны будут соблюдать люди с хроническими болезнями и пожилые старше 60 лет. О продлении частичного локдауна пока речи не идёт. Этот робопёс стал звездой выставки под Парижем. Такого не потреплешь за уши и не приласкаешь. Его стихия – это риск. Умная машина создана для военных и полицейских. А сама выставка посвящена технологиям в сфере внутренней безопасности. Точную цену робота не называют, но говорят, что он стоит менее миллиона долларов. Его используют для обеспечения безопасности, патрулирования и обороны. Робопёс может передвигаться по труднопроходимой местности, где не проехать ни колёсному, ни гусеничному транспорту. Батареи хватает на три часа. Он поможет спасать жизни. Например, в здании есть неизвестная угроза и заходить опасно. Тогда лучше на разведку отправить робота. Он всё осмотрит, проверит обстановку и сообщит, безопасно ли там. В выставке участвуют десятки стран. Посещают её только профессионалы – представители правительственных структур и служб безопасности аэропортов, вокзалов и промышленных объектов. Последние полтора года спрос на продукцию упал, но сейчас ожидают восстановления. Эта сфера пострадала от пандемии, как и все бизнес-секторы. Но меньше, поскольку безопасность остаётся чрезвычайно важной, независимо от состояния экономики. Мероприятие проходит в пригороде Парижа раз в два года. В этом году участвуют тысячи экспонентов. В рамках выставки также проводят конференции и круглые столы. Рука художника не дрогнет. Под ней рождается шедевр, который будет в прямом смысле сворачивать людям шеи. Не оглянуться на такое невозможно. «Сегодня на мне выбрели Тадж-Махал. Мавзолей очень красивый. С такой прической я буду выделяться из толпы». Креативят два брата-парикмахера. Они уже стали звёздами интернета. В их городке на севере Индии их тоже все знают. Как говорится, любой каприз – за ваши деньги. От звёзд Голливуда и Болливуда до знаменитых спортсменов и просто достопримечательностей. Впрочем, деньги не такие уж большие. Мастера берут от 20 до 30 долларов. «Это прическа с Майклом Джексоном. Я его большой поклонник и долго хотел такую. Наконец, мечта сбылась, и я очень счастлив». Мы делаем из волос портреты знаменитых крикетистов Дуэйна Джонсона по прозвищу «Скала», Криштиану Роналду, болливудских актёров Аджая Дефгана и Ритика Рошана. Инструменты, ножницы и электробритва. За счёт разной длины волос получается изображение. Особо мелкие детали прорисовывают чем-то вроде карандаша. В итоге выглядят как татуировка. Она смоется через несколько дней, но основной рисунок останется. На работу уходит от часу до четырёх. Братья открыли свой парикмахерский бизнес семь лет назад. Сейчас обоим около тридцати. Была перспектива пойти по стопам отца водить грузовик. Но хотелось чего-то более творческого. Сейчас, после рабочего дня в салоне, они бесплатно стригут друзей и соседей. Заодно набивают руку. «Хотим вывести нашу работу на международный уровень. Соревнования по парикмахерскому дизайну проводят в США и Мексике. И мы попытаемся участвовать. Представить там Индию, чтобы все могли гордиться нашей страной». Ну а для начала братья-парикмахеры планируют переехать хотя бы в большой город Индии. В Мумбаи, столицу Нью-Дели или же Нагоа, где много туристов. Гигантские секвойи – крупнейшие из известных форм жизни на планете, а также самые выносливые. Но и они не смогли противостоять разрушительным лесным пожарам, охватившим Калифорнию в сентябре. Деревья вырастают до 90 метров в высоту и живут более трёх тысяч лет. Их необычно толстая кора защищает от непогоды. Но не в этот раз. Недавний пожар опустошил часть национального леса секвой, убив несколько десятков гигантских деревьев. Как видите, пожар в этом районе разгорелся очень сильно. Он поглотил всю растительность, не оставив ничего, кроме обугленных стволов. Слабое место секвойи – ветки. Если огонь достигает верхней части дерева, то для него это может быть фатальным. «Меня очень беспокоит, что мы теряем гигантские секвойи. Ведь если и есть на земле дерево, которое устоит перед огнём, то это секвойя. Но теперь мы их теряем. Это неожиданно». Впрочем, у работников есть способ спасти секвойи. Так они закрепляют на них верёвки, чтобы можно было забраться наверх и потушить крону. Также их оборачивают фольгой. Альпинисты поднялись по верёвке, тянув за собой шланг. Вверху было дупло, из которого выходил дым. Они вставили шланг в это дупло и потушили огонь с верхушки. А так дерево тлело бы с самого верха вглубь. Впрочем, даже после того, как огонь потушен, всё ещё есть риск, что секвойи могут перегреться. Некоторые приходится каждый день поливать водой. Почувствовать свободное падение почти ничего не видя вокруг. Именно на такое приключение решилось два десятка слабовидящих и незрячих испанцев. Их пригласили полетать в аэродинамической трубе в Барселоне. Для всех это оказалось в новинку. «Похоже, будто плывёшь в воде, но можешь дышать. Чувствуешь полную свободу. Можно парить из стороны в сторону, и ничто не мешает». Каждый полёт контролирует инструктор. Он следит за правильным положением тела участника и не даёт ему сорваться с потока воздуха. Некоторых скайдайверов-новичков уже увлёк этот вид спорта. «Это доступный для меня вид спорта, потому что не нужна ничья помощь. Можно летать самостоятельно». Мероприятие организовали местные компании совместно с Европейской комиссией. «Мы приняли здесь 25 скайдайверов. Они испытали радость, прилив адреналина, и у них поднялось настроение. Уверен, что они сюда вернутся». В Испании полёты в аэротрубе для людей с ограниченными возможностями организуют с 2016 года. Ливень и ураганные порывы ветра скоростью более 100 км в час. На Германию обрушился первый в этом сезоне сильный шторм. Предупреждение о непогоде выпустили для большей части страны. Людей просили не выходить из дома. Повалено много деревьев. Некоторые при падении повредили здания и нарушили движение на дорогах. Повреждены линии электропередачи. В некоторых районах есть пострадавшие, но о жертвах сообщений не поступало. В Берлине два дерева упали на жилой дом. «На этих деревьях много листьев. Это значит, что ветру легче их свалить. Поверхность взаимодействия больше. Именно это мы видим сегодня. Приходится убирать много поваленных деревьев». Шторму дали название «Игнац». Нарушено и транспортное сообщение. Поезда не ходят, либо ходят с большими задержками. В северном районе Вестфалии остановили и поезда дальнего следования. Метеорологи предупреждают, что могут начаться наводнения. Это касается районов на побережье Северного моря и рек Эльба и Везер. Владелец этого латвийского ресторана в недоумении. Он не может понять, зачем правительство объявило локдаун на четыре недели на фоне активной вакцинации в ЕС. «Я не злюсь и не хочу с кем-то бороться. Я просто хочу спросить, почему? Я не понимаю, почему мы не можем быть, как другие европейские или скандинавские страны. У нас вроде ситуация пока не хуже». Латвия стала первой страной ЕС, которая объявила о повторном общенациональном карантине. До 15 ноября местным жителям запрещено выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Исключение сделали только для тех, кто едет на работу или с работы. Запрещены также частные и публичные мероприятия. Вместе можно собираться только тем, кто живёт в одном доме или квартире. Кроме того, разрешены похороны и крестины. Чувства смешанные. Те, кто вакцинировался, недовольны теми, кто не вакцинировался. Они думают, что ограничения вводят именно из-за них. Но в целом те, кто сейчас закрыты, потерпят убытки. И никто не верит, что правительство их возместит. Премьер-министр Латвии объяснил, что коронавирусных пациентов в стране опасно много. «Если в больницах будут 4000 пациентов с COVID одновременно, то наша система здравоохранения рухнет. Она не сможет обеспечить помощь вакцинированным людям с разными заболеваниями». По меньшей мере, одной дозой привито почти 55% латвийцев. В целом, жители Восточной Европы с большой опаской относятся к вакцинации. Самые низкие показатели – в Болгарии, Румынии, Хорватии, Польше, Латвии и Эстонии.